Игорный бизнес в России уже 10 лет вне закона. Однако еще находятся горе-бизнесмены, открывающие подпольные игорные заведения. Ленинский районный суд города Чебоксара вынес обвинительный приговор двум молодым людям, решившимся нажиться на игроманах. Год, три месяца лишения свободы условно и штраф в размере 120 тысяч. Такова цена за незаконную организацию азартных игр. С января по ноябрь 2015 года злоумышленники организовали игорный бизнес в помещении павильона на территории рыночного комплекса «Ярмарка». 21 ноября того же года деятельность этого салона была пресечена. Однако спустя полтора месяца злоумышленники открыли эту точку заново. Тем не менее, 17 февраля текущего года деятельность указанного подпольного игорного заведения была пресечена окончательно. Материалами уголовного дела установлено, что злоумышленники использовали для мобильной связи между собой и персоналом игрового салона абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц, неосведомленных об их преступной деятельности. Также в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов доступ в салон имел лишь определенный круг посетителей. Незаконное игорное заведение работало под видом магазина и было оборудовано системами видеонаблюдения для обеспечения возможности дистанционного наблюдения и контроля за персоналом игорного заведения. Кроме того, договор о аренде помещения под игровой салон был заключен от имени постороннего лица. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, с приговором Ленинского районного суда города Чебоксары двое местных жителей в возрасте 31 года и 30 лет, которые между собой являются друзьями, признаны виновными в незаконной организации проведения азартных игр группы лиц по предварительному сговору. В ближайшее время приговор суда вступит в законную силу.